Путин на Валдае заявил, что вооруженные силы Украины потеряли в Курской области больше людей, чем за весь 2023 год. 30 тысяч человек. Правда ли это? И почему диктатор молчит о потерях российской армии, а они рекордные? Говорим об этом, а также о ситуации на Курщине и на Восточном фронте. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, к нам присоединяется. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Но сначала о последних новостях. Украинские БПЛА поразили военные склады на Брянщине. По информации, которая есть в СМИ, там были на этих складах не только дроны, но и не только снаряды, но и ракеты и кабы. Что вам известно о последствиях этих ударов? Ну действительно, накануне был удар нанесен силами обороны Украины, силами беспилотных систем и другими подразделениями вооруженных сил Украины по Брянской области. Там находится один из объектов, это воинская часть. Ранее он фактически входил в состав главного управления арсеналу российских и использовался ранее как более значительный арсенал. Сейчас его объемы стали немного меньше, но тем не менее могу сказать, что на этом объекте хранилось достаточно большое количество снарядов, боеприпасов, которые российские войска использовали для группировки войск Север и не только, в частности, которые сосредоточены на Курском направлении как раз и в районе Харькова. Они ведут боевые действия на Волчанском направлении и Липце. То есть достаточно объемный арсенал, детонация продолжается и по сегодняшний момент. Насколько мне известно, пожар еще не ликвидировали. Что свидетельствует о том, что как раз склад был заполнен, этот арсенал, ну и соответственно по нему было нанесено огневое поражение. Могу сказать, что в принципе это является особенностью. На этих направлениях это не первый склад, который поражается украинскими вооруженными силами. Как раз вот на этих направлениях Брянская область, Белгородская область и так далее. Потому что Россия использует эти области как тыловые районы обеспечения собственных группировок войск. И с точки зрения того, что российские войска опять-таки постоянно ведут подготовительные действия к тому, чтобы увеличить и усилить темпы наступательных действий на Курском направлении. Соответственно, важно, что украинская разведка, украинские силы работают на то, чтобы не дать российским войскам возможность подпитывать собственные воинские контингенты. И с этой целью наносятся такие удары, как мы увидели в Брянской области. Я думаю, что эта работа будет продолжаться, как четко обозначил Генштаб вооруженных сил Украины в официальном сообщении о том, что дальше дальнейшая работа тоже будет продолжаться. О заявлениях Путина о том, что вооруженные силы Украины потеряли в Курской области порядка 30 тысяч военнослужащих. Обсуждать эти цифры и заявления Путина конкретно, которые касаются потери украинской армии, не имеет смысла. Он всегда врет. Мне кажется, что история это подтверждает прекрасно. Но тут вот в чем вопрос. Украина тоже не заявляет, мы это признаем, Украина не заявляет, не говорит о точном количестве военнослужащих вооруженных сил Украины, которые погибли на войне, которую развязала Россия. Таковы правила ведения войны. И в первую очередь это делается для того, чтобы противник не знал о численности в данный момент контингента вооруженных сил. Но украинская власть регулярно коммуницирует о том, что после победы Украины все узнают о том, сколько человек отдали своей жизни за нашу независимость и за жизни своих соотечественников. Что мы вспомним каждого и каждую. От Путина, я сейчас не говорю о том, что он не говорит о количестве погибших, но от Путина и от его приспешников ни разу не прозвучало нечто подобного. Как вы думаете, почему? Потому что это все расходный материал и все бросается в топку войны. Потому что для Путина эти жизни не имеют значения. С одной стороны, потому что недавно выступал некий такой деятель Бородай. Он выступал, он депутат Государственной Думы, действовал на оккупированных территориях. Был в составе фактически российской оккупационной власти, в Донецке длительное время в батальонах и так далее воевал. Так он вот недавно фактически был, недавно его поймали на том, что он говорил о фактах того, что фактически сколько бы денег не платили так называемым контрактникам, российским добровольцам, они все равно воспринимаются как расходный материал. То есть, как правило, он говорит, это те, кто получал очень мало в России, кто был абузой по социальных выплатах. И, наверное, вот таким образом российские власти просто решают вопрос, в том числе, потому что для них такие люди это своего рода просто как балласт. Это в первую очередь, первый момент. То есть все ради победы, ну а мы за ценой не постоим. Так у Путина, в принципе, устроено. И сколько необходимо, посмотрите, у нас уже по потерях противника рекорд за октябрь. Это статистика украинских вооруженных сил и статистика британской военной разведки. Сегодня руководитель британской армии, начальник штаба адмирал Радакин подтвердил тот факт, что октябрь 2024 года стал рекордным по показателям потерь российских войск. И численность превысила 42 тысячи убитыми и ранеными российских военнослужащих на войне против Украины. И это, ну, значительная цифра. Второй момент. Если все так хорошо у российских войск, почему они используют такие масштабные пехотные штурмы и имеют незначительное продвижение ценой огромных потерь? Тоже вопрос. Ну и третий момент. Почему я говорю, что для Путина, с одной стороны, неважны эти потери, но с другой стороны, он боится публично объявлять любые, делать любые заявления, связанные с мобилизацией, всеобщей мобилизацией. Потому что, по их мнению, в России и как раз в Кремле, как они рассуждают, это приведет к тому, что может ожесточиться обстановка и фактически условия социально-экономические могут ухудшиться, имеют такие тенденции к ухудшению. Поэтому они готовы покупать, повышать цену, искать наемников и так далее, но проблемы с живой силой становятся все более явными. Что касается Курской области и того, что говорит Путин. На самом деле, действительно, ничего нового. Раньше тоже Путина уличали во лжи, когда, например, в 2023 году, комментируя украинское контрнаступление на юге, российский диктатор назвал цифры, которые превышали поставку Украине вооруженных бронированных машин в несколько раз. То есть в два раза тогда. То есть он назвал цифру, которая вообще нигде не объявлялась о поставках. То есть гораздо меньше мы должны были получить, но они якобы были уничтожены. Поэтому тут ничего совершенно нового нет. У меня другой вопрос задается. Так если якобы 30 тысяч Украина понесла потери в Курской области, почему Россия еще не освободила Курскую область? Что же не так? Если на сегодняшний день мы уже, если ранее, еще на конец августа цифры, которые озвучивались и Украиной, и западными обозревателями российского военного присутствия на территории Курской области составляли 30-35 тысяч. То есть в сентябре цифра уже была порядка, она приближалась к 40 тысячам. И сейчас мы слышим о том, что там уже порядка 50 тысяч российско-северокорейских военнослужащих, так правильнее будет сказать. Почему тогда российские войска не восстановили контроль за этими территориями? Ну потому что очень все просто, потому что Путин называет цифру, и уж ну как, кто будет ставить в России под сомнение, да? Он сказал, ну все поверили, ничего себе, молодцы. Но тем не менее я хочу сказать, что сегодня несколько сот человек вышло в Курске на протесты. Местных жителей, жители, которые уехали из Суджи и других населенных пунктов, которые находятся неподалеку. И эти жители требовали губернатора, чтобы задать ему вопрос, почему не эвакуировали людей, почему не защитили территории, почему Россия сейчас наносит удары авиабомбами и дронами по территории как раз этих городов и поселков, и почему именно Россия разрушает сейчас свои же территории. Но губернатор так и не вышел, собственно говоря. Но вот все, что необходимо знать о том, что сказал Путин, и насколько это можно оценивать. Еще в продолжении темы про ситуацию в Курской области, Александр, хотим вас спросить, вот про эти 50 тысяч, о которых пишет Нью-Йорк Таймс, это и российские, и северокорейские войска. Во-первых, северокорейским понятно, их там порядка 10-12 тысяч, как сообщалось ранее, где Россия взяла своих 40 тысяч, откуда, возможно, перебросила. И о перспективах Курской операции, которая уже три месяца как недавно исполнилась, в контексте выборов в Соединенных Штатах Америки, и то, что Трамп стал новым президентом Соединенных Штатов, и о том, что сейчас западные СМИ пишут о неком мирном плане, где именно Курская территория будет неким предметом торга между Украиной и Россией. Вы знаете, во-первых, что касается группировки российских войск, это та группировка, которую Россия свозила с оккупированных территорий, раз, второе, это те внутренние резервы, которые они нашли, какие-то и перебросили туда солдатов, срочные службы, сводные батальоны и так далее, с других регионов России, ну и плюс северокорейские войска, то есть они вот в течение двух месяцев фактически над этим работали, и вот такой контингент собрали. Что касается Курской области в целом, понятно, и президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что это тоже часть плана победы Украины, которая предусматривает перенесение войны и боевых действий на территорию России, чтобы там четко понимали, что это такое, и что бумеранг вот этого зла, который они запустили, может вполне возвращаться к ним. То есть сейчас мы это видим на примере, в частности, когда мы говорим о сухопутной операции, мы видим это в Курской области. Что касается дальнейших действий, Украина готовится, как и сейчас. Украинские войска обороняются, украинские войска наносят потери. Я могу сказать, что за эту неделю продвижения российских войск в Курской области не было, не фиксируется. Они проводили наступательные действия, но украинским силам удалось атаки отбить. Понятно, что дальше мы ожидаем, что российское контрнаступление в Курской области будет продолжаться более серьезными силами, с привлечением в том числе и северокорейцев, и не только. Очевидно, что группировка российских войск растет. Но украинские войска будут выполнять те поставленные задачи, которые на сегодняшний день есть. Это сковывать российскую группировку, наносить потери, не допускать их переброску на другие направления, в частности, на восток Украины. И в том числе продолжать пополнять обменный фонд с целью того, чтобы в дальнейшем возвращать наших украинских военнопленных. Что касается фактора переговоров, либо других, скажем так, вещей, вы знаете, на сегодняшний день столько появляется информации, и каждый, кто считает нужным, кто не считает, высказывается об этом, что я бы все-таки подождал официального вступления президента Трампа в должность, его инаугурации, формирования администрации, и тогда давать оценку любым дальнейшим действиям. Украина свои предложения внесла. Мир через силу, он четкий и понятный. То есть мы можем прийти к миру, и Украина выступает за скорейшее завершение этой войны. Но не на условиях, которые эту войну не завершат, а просто заморозят и оставят, скажем так, достаточно много знаков вопросов, нерешенных, которыми непременно в будущем воспользуется Россия. О солдатах из Северной Кореи. Известно ли о том, как именно они вовлечены в войну России против Украины? Чем они занимаются? Ну, кроме того, что, очевидно, из публикаций в пропагандистских и приближенных к ним телеграм-каналах российских открывают для себя чудный мир порнографического контента. На самом деле, на сегодняшний день, из того, что известно, Северная Корея отправила, скажем так, три рода войск, фактически, или так, скажем, представителей, двух, трех родов войск. Имеется в виду артиллеристы, пехотинцы и спецназовцы. То есть, их, так называемые, силы специальных операций. Соответственно, каждый работает по своему направлению. Россия готовила их. Она обучала на полигонах на Дальнем Востоке. В основном, именно там они обучались. Обучались они, ну, направлением улучшения артиллерийских стрельб. Это раз. Второе, это, ну, фактически, общевойсковой бой. То есть, это задачи, которые выполняет пехота. На поле боя штурмы позиций, в том числе штурмы окопов. Это то, что можно сказать. Помимо этого, уже Россия ознакомила северокорейские подразделения с использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Это то, что очень важно. Это то, что, в частности, хочет для себя почерпнуть и армия КНДР. Они рассчитывают, что кто-то из этих военных может вернуться. Потом именно операторы БПЛА и специалисты по использованию РЭБа. И они будут полезны, в том числе, для политики Ким Чен Ына, агрессивной, а касательно как раз Южной Кореи. Вот, собственно говоря, три типа войск. Ну, а спецназовцы, в принципе, если посмотреть на характер ведения боевых действий Курской области, там пробовала Россия использовать свои спецподразделения. Они... Ну, это закончилось ничем. Серьезного успеха они не имели. Но именно вот такие три рода войск, такие, скажем, по таких направлениях, как раз войска Северной Кореи могут быть задействованы, в том числе, в Курской области. О ситуации на Восточном фронте. Как бы вы в целом охарактеризовали то, что там происходит? Покровский и Кураховский направления остаются самыми тяжелыми. Максимальное суточное число ликвидированных россиян достигает уже 1700 человек. При этом Россия продолжает ползучее наступление. Насколько хватит такого наступательного потенциала у оккупантов? И что по поводу Днепропетровской области? Потому что, опять-таки, в СМИ, в том числе в картах Дипстейт, аналитики пишут о том, что, ну, есть угроза некая. Смотрите, что касается боев на Покровском и Кураховском направлении, российские войска думали, что они могут иметь успех сразу и в движении на Покровске, на Курахово. Но, как обычно, надорвались. Как обычно, создали для себя ошибочное мнение в этом плане, поскольку видно, что на Покровском направлении удается сейчас вооруженным силам сдерживать российские войска. Да, есть улучшение атакических позиций нашими вооруженными силами на северном фланге в районе Покровска. А ситуация постепенно стабилизируется. То есть, вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении. А вот что касается Курахово, на сегодняшний день видно, что основные усилия российских войск будут тут. И вот в ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться как раз до конца этого года. Поэтому, я думаю, что говорить об угрозах, конечно, можно и необходимо. И, скажем так, определенные действия использовать для усиления обороны, которые используются. Но бои еще будут продолжаться в Донецкой области определенный период времени. Возможно, по оптимистическому сценарию можно сказать так, осторожно, что если тенденции будут такими, что мы будем получать необходимые пакеты помощи, то, в принципе, где-то на середину января можно будет говорить о том, чтобы окончательно стабилизировать Восточный фронт и остановить наступательные действия российских войск. Услышали вас, Александр. Спасибо большое, что присоединились. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Говорили о ситуации на Восточном фронте, а также об обстановке на Курщине и о том, как себя там ведут и чем занимаются северокорейские войска в составе российской оккупационной армии. Спасибо. Спасибо.